Здравствуйте, друзья! Прочел статью о том, что вредно людям увлекаться сильно политическими новостями и что нужно как-то себя ограничивать, говорят они. Вот, допустим, там не больше, чем 15 минут в день, например. И, а то, говорят, заводятся люди, и там перечисляется много разных проблем, которые на этой почве возникают. Во-первых, всякие переживания у людей. Во-вторых, они время тратят неэффективно, там, себя накручивая. В-третьих, у них портятся отношения с друзьями и там родственниками и так далее. В общем, короче, миллион причин себя ограничить и ни одной причины, чтобы себя не ограничивать. Есть, кстати, интересный совет, который там дают, значит, ограничить в частности и особенно, так сказать, да, ограничить чтение тех источников, которые с тобой одного мнения. То есть вот, понимаете, люди, они как бы в такой кокон заворачиваются, они не хотят знать там, что еще есть на свете, а вот они заворачиваются вот в это во все и читают только то, что им как бы в радость. Вот. Но и вот чем больше, значит, начитался вот этого зелья, тем больше тебе в радость. Ну, там, кто что, да, кто Fox, кто CNN, там, понятно. А вот говорят, это плохо. И надо ограничивать в первую очередь чтение того, чего с тобой, как бы, так сказать, летает на одной волне. Вот, друзья, такие полезные советы дают. Я, кстати, могу сказать, знаете, что по поводу совета читать меньше того, что вот тебе нравится и, как бы, может быть, больше того, что тебе не очень нравится. Я вот, например, когда смотрю то, чего мне не нравится, я понимаю, что оно как бы написано в апелляции к эмоциям. То есть, вот, знаете, бывает, вот, придут какие-то люди в дверь постучаться и давай, там, агитировать тебя, там, за Иисус Христа. И ничего не берет, вот, что ты им не скажешь, они все тебе агитируют. И у них какие-то, вроде бы, даже как-то аргументы, типа, есть. Ну, понимаете, ну, они уверовали. Я, дай им Бог здоровья, но если человек уверовал, и пусть бы он себе уверовал. Так, понимаете, он пристает, и он думает при этом, что у него есть аргументы. Вот я чистенько слушал людей верующих, и я думаю, а зачем им вообще аргументы? Не говоря о том, что они совершенно несостоятельные, там, ну, 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 хорошо. То же самое, вот, политические, там, адепты, вот они, там, за этих или за тех, там, неважно. И ты их слушаешь и думаешь, о чем они эти люди говорят такое? Почему вот это абсолютное, как бы сказать, нежелание знать или, там, как-то обращаться с фактами, почему оно так вот настойчиво пробивает в себе дорогу в их головах? Вот, они просто верующие. Нельзя совмещать веру и какое-то знание, понимаете, или, там, ну, объективное такое знание, да? То есть, вот есть факт, а можно его проигнорировать? Конечно, можно. Сейчас очень удобно игнорировать факт. Сейчас на любой факт можно, вот, есть 10, там, почему этот факт уже и не факт. Сейчас уже фактов-то не осталось, понимаете? Поэтому, к чему я говорю, что, когда ты читаешь что-то, и ты видишь, что это, ну, откровенный бред, то, как бы, и читать не хочется, ну, что же, они к эмоциям, там, хочется аналитику какую-то. Ну, чтобы не врали, а чтобы, ну, по делу было. Ну, я бы с удовольствием почитал что-нибудь такое, да? Вот, но что-то нету. Вот, как начнешь читать? Говорит, фигня какая-то. Вроде и хочешь, и не получается. Да, как говорил научный руководитель моей супруги, заходя в магазин «Педагогическая книга», а он был, ну, он потом стал академиком уже был, директором из туда, вот, а Света была аспиранткой, и она, собственно, кандидат педагогических навыков. Вот они заходили в Москве на улице Горького в магазин «Педагогическая книга», вот Борис Семенович, ее руководитель, он смотрел, ну, такой юморной был мужик, и он так смотрел по полкам, смотрел, смотрел. Он писал книжки, у него там есть какое-то количество книжек опубликованных. Вот он смотрел и говорит, да, нечего читать, надо срочно садиться и писать. И вот, и вот, вот, нечего читать, я не знаю, и те достали, и эти достали. Не то, чтобы, знаете, вот так, вот, одних совсем приятно, а других вообще невозможно. И тех, и других противно. Так что, друзья, самое правильное вообще никого не читать. Но задается вопрос, часто люди спрашивают, но есть же где-то что-то такое, что, ну, как-то более-менее не предвзято. Более-менее не предвзято. Что-то я вот не вижу. Просто уровень может быть выше или ниже. Вот я там читаю, вот этот «The Atlantic», сейчас у меня основное мое чтение, хотя я много еще чего смотрю, но там хотя бы какого-то уровня интеллигентности, аналитика выше. То есть там действительно они с фактами, там еще с чем-то. Ну, то есть, при том, что они явно не по центру стоят, они левее центра. Но, во всяком случае, хотя бы там какие-то мысли у людей есть, и ты читаешь эти мысли. Не знаю. В общем, друзья, ну и всех нафиг. Вот так можно сказать. Здоровье, здоровье, оно лучше сохраняется, когда вообще об этом не думаешь, а думаешь о том, что для тебя в жизни важно. Вот я хотел вам пересказать идею этой статьи. На самом деле, я помню, по-моему, это российское было исследование о том, что люди, которые смотрят телевидение, в данном случае российское, там, да, в том исследовании было, у них там масса каких-то проблем со здоровьем. Ну, то есть не вообще смотрят, а какое-то время проводят у телевизора. Вот эти новости, негатив, всякие такие вот токсичные разговоры. А газета, она стоит на токсичном, потому что не токсичная никто читать не будет. Понимаете? Ну, прям, как там у Жванецка, у них землетрясение, у нас новый детский сад. Про землетрясение люди читать хотят, а про детский сад нет. Кому какое дело до какого-то детского сада там в соседнем городе. Поэтому все новости построены так, чтобы возбуждать аппетит у людей к больше новостей, больше новостей, больше новостей. Вот так же, как стимуляторы вкуса, да, там химию подсыпают, и вроде там тебе вкусно кажется, еще хочется сажать себе в обрезке. То же самое, новости сегодня так строятся, чтобы заработать больше денежки, чтобы ты там больше кликов, больше лайков, больше комментариев, они возьмут больше денег за рекламу, и вот так оно все и пошло, и поехало. Поэтому, друзья, сокращаем время. А то некоторые и вовсе, знаете, отключаются. В наше время, когда я помоложе был, были люди, вот с этой примерно точки зрения, они говорили, ты знаешь, я вообще телевизор из дома отдал там кому-то, и все. У нас дома нет телевизора, потому что уходит много времени, непроизводительно, и, в общем, лучше в это время книжку почитать лучше там. Послушай, а сейчас-то что телевизор? Сейчас вот компьютер. Хоть ты что делай, а компьютер-то есть? Вот и смотришь там, что-то непотребное. Такие вот, такие дела, друзья. Поделился прочитанной статьей, подумал, что, может, кому-то будет на пользу. Если чувствуете, что вас политические новости как-то будоражат, и настроение портится, и как-то агрессия появляется, и так далее, и так далее, это точно вот как бы рецептур такая. Или вообще не читай, или там, ну вот огранишь себя там 10 минутами в день, и все. У меня, например, Светлана, почти круглые сутки у нее там где-то включено голос Америки. И где-то он там из Вашингтона, ну она там готовит, там что-то слушает. Ну там разные же новости, не только политические, но все-таки. И так она что-то такое одним ухом подслушивает. Я не могу находиться на кухне в это время, я не могу этого слышать. Я просто не могу. Не то, что я не смотрю за новостями, я смотрю, тем более я, как бы, вас должен информировать, раз уже взялся. Вот, во всяком случае, пока у нас выборы там не пройдут, и как-то все это не устаканится, я немножко так, как бы, чувствую себя ответственным за освещение событий. Вот, дальше мы прекратим, как бы, или там сведем уже к такому совсем минимуму эту тематику. Ой, там люди стоят. А, ну вам, может быть, не видно, ребят, но я не знаю, что делать. Вот они тут на повороте стоят, вам видно, нет? Вот, у светофора стоят с плакатами. Говорят, нет на Си. Там есть какое-то, видимо, пропозицион Си, калифорнийское. Я не знаю, что это значит, мы еще не разбирались. Но он говорит, нет на Си. Вот они тут стоят. Не знаю, и справа тоже. А справа тоже какие-то люди. Смотрите, вон там они ходят. А, ну, сейчас я вам покажу. Вот они, вот. Вот, видите, вот они тут на углу стоят. Don't change measure V. А там машины загораживают, но там еще кто-то есть. Знаете, как агитация-то, как наглядная, пробралась в нашу жизнь. Ой, да. Ну что, да, придется разбираться. Вот уже пришли к нам памфлеты. Это я сегодня во время стрима показывал. Вот политически активное население выходит на улицы в одиночные пикеты. Всем на них начкать, друзья. Нет, чтобы замести их куда-нибудь там, да? В обезьянник, там, чтобы не ходили тут. Ну, нормально, никто внимания не обращает. Маргиналы. Маргиналы с... Так вот, как-то так мы... Да. В общем, такая жизнь. Вот они, наверное, начитались. Я даже не знаю, так вот, чтобы пойти куда-то. Это нужно, чтобы тебе кто-то значок этот дал. То есть, какие-то организации, может быть, я даже не знаю, какие-то... Сам же человек не пойдет вот так в пикет становиться. Ему и не с чем. Ох, а небо-то какое. Смотрите. А, друзья, какое небо. А тут еще маргиналы со своими плакатами. Вот небо, это позитив. А маргиналы с плакатами, это токсично. Ну, конечно, смотря, чего они там и так далее. Да, ладно. Все, друзья. Счастливо. Минимизируем токсично и максимизируем все остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok